Здравствуйте! Сейчас мы приехали к одинокой женщине, которая живет с сыном. У самой женщины очень тяжелое положение. Почему? Потому что она... У нее операция недавно была. Шейка бедра, да? Да, шейка бедра. Заменили протез. И сейчас вторая. По областной травматологии. Вторую суставу. А теперь надо вторую ногу. Нас поставили на льготную очередь, но 286-е. Более такие уже, как и на этой были. Но сказали, позвоните в марте. Мы позвонили в марте. Нет протезов. Позвоните в апреле. Я вчера позвонила. Нет протезов. Ожидайте все. Сейчас мы приехали проведать эту семью. Привезли ей продуктовый набор. Вот наш продуктовый набор. Который у нас всегда есть. Благодаря замечательной группе из Норвегии. Помню детям Украины. Благодаря их руководителям. А также людям, которые жертвуют свои средства. Это Инград, Маргар, другие норвежцы. И у вашего сына... Тебя как зовут? Алексей. Алексей, после автомобильной аварии, вот сейчас для того, чтобы он мог видеть, он приклеит скотчем веки, потому что у него глаза не открываются. У него нарушена координация движения. И речь. И речь у него нарушена. А сейчас вот еще приключился после обильного лечения. Вот много очень делали мы ему инъекций. Ну, поднимали их. Дерматит. И у него дерматит теперь инфекционный. И вот уже второй месяц... Никак. Никак. Ну, препараты и лекарства дорогие, и мази. Вот. Ну, так как будто бы такой... Он весь был усыпан, он был ярко-красный, и зуд был такой. Ну, вот вроде вот еще вот остатки. Вот руки там у него страшные. Вот. Ну, я так мазь покупаем, ну, тюбичи 15 вот этот. И ему так намазывают, ну, чтобы как-то, может быть, ну... Спасибо огромное, дорогие друзья, за то, что вы помогаете. Мы помогаем всегда исключительно самым нуждающимся людям. Низкий вам поклон за все. И храни вас Господь. Спасибо большое. Спасибо вам большое. Спасибо.